Всем огромный привет, друзья! Привет, мои хорошие! Вот она я, вот ваша пропажа. Простите, пожалуйста, что так долго пропала. Да, не здоровилась, совсем было очень-очень сильно плохо. А сегодня так более или менее, так я вот вышла сюда вот под пальмочки к бассейну, взяла с собой вон стульчик и хотела присесть в стульчик и записать вам видео, но не хватает штатива, всё время дёргается и, в общем, не очень удобно, так что пришлось привстать, думаю, и немножечко с вами поболтать. Досюха там на заднем плане, говорю, пойдём, говорю, я запишу видео, а ты хоть немножечко поплаваешь. Вот, с бабушкой не захотел утром идти сейчас. Где-то там он лежит на дне. Йуху! Вот. Ну что, ребятушки, сейчас давайте где-то с вами привстану и поболтаю. Вот. Так, ну что, ребят, поставила вас, теперь не буду вас трусить и хоть немножечко с вами поболтаю. Вот. Почему не снимала, ребят? Не понимала эти дни, живу или существую и не знаю что. Вот. Прошу прощения, одену очки. Очень сильно режет реакция, очень сильно глаз на солнце. Не могу просто. Вот. Не могла понять, живу или существую. Не хотела снимать себя, скажем так, лежачую в постели. И смычаниями непонятными, потому что была просто катастрофа. Я не могла говорить. Я без конца кашляла, кашляла, кашляла. Я не спала вообще ни днем, ни ночью. У меня была настолько опоясывающая, вот такая вот уже мышечная эта боль. И я горела. У меня была постоянная температура 37,7-37,9. Вот. На что, опять же, врач в этом больнице сказал, что ничего страшного. До 38,5 можете не переживать. Ну, короче, вот. И я то, что сейчас скажу, я сейчас знаю, что вы мне все равно напишите. Ну, мы каждый, скажем так, я взрослый человек. Мне, слава Богу, уже пятый десяток. Я трезво могу оценивать свои поступки, да, то, что мне как-то все равно. Но я решила вот таким вот образом. Сама себе выписала антибиотик. Я так знала, ну, знаю уж примерно, что к чему. Вот. И то, что принимала. И вот таким вот образом я начала себя вытягивать. Я стала принимать антибиотик. И мне стало вот уже сегодня, ну, уже вчера так по чуть-чуть гораздо легче. Вот сейчас, правда, сюда пришла, немножко начала вновь подкашливать. Вот. Когда я, допустим, лежу в спокойном, ну, не двигаюсь, а лежу и когда не говорю, вот, то тогда вообще не кашляю. Сейчас вот немножко от эмоций, от потока воздуха, от всего немножко начала подкашливать. Вот. А так, ну, уже гораздо легче. Ну, а так было мне очень плохо. Я пила обезболивающие. Ребята, у меня так болели гёс. Но, знаете, когда вот откусишь мороженое, да, особенно, вот, помню, у меня в детстве так всё время было, что, когда всё время так хотелось быть, типа, как взрослый, откусить зубами мороженое, а ты откусывала, у тебя ломила зубы вообще от холода. Вот так вот у меня ломила шутка зубы. И я купила гель вот этот вот деткам, когда у деток режутся зубки, и на ледокаине, да, вот это мазала. Всё это уже просто кончалось. Я это гремесил, пила всё это, потому что у меня просто разрывался рот от всего. То есть, сама вот эта нёба была такая, как махровая вся. Ну, слава тебе, Господи, потихонечку, полегонечку я начала себя вытаскивать. Говорю, всё, Таня, хоре, хватит. Давай, поднимайся, давай потихонечку. Потому что кровать очень сильно затягивает, жалеешь себя. Потому что каждый день идёт борьба, идёт какой-то преодолеваешь это всё. И сегодня плохо, на следующий день проснулся, опять плохо. И потом думаешь, да ёлки-палки, я живу или я существую? Почему всё время плохо? Плохо, ну, я имею в виду, плохо именно в самочувствии, да. Вот, и тогда немножечко так опускаются руки. Опускаются руки, когда хочется, и так вас не вижу, хочется и глаза видеть, и так щурюсь. В общем, и получается, что начинаешь себя жалеть, начинается вот этот хандра нападать. Ну, ничего, ребят, ничего. Сегодня, вот, уже видите, у меня хватило силы выйти в бассейн. В бассейн ещё, конечно, плавать буду ещё, наверное, не скоро, пока окончательно не уйдёт мой кашель. Вот, точно, точно купаться не буду. Ребят, простите, я думаю, вы не будете на меня обижаться, но я не могу так. Вот, я не могу очень сильно, очень сильно почему-то слишком реагируют глаза на солнце. Вот, и там. Но, скоро всё будет хорошо, ребят. Это, знаете, такая у меня была немножко минута слабости, которую нужно было преодолеть, пройти. Я рада, что у меня сегодня получилось выйти сюда вечером, дай бог, зайдёт солнышко, если будет всё хорошо. Попытаюсь хотя бы хоть чуть-чуть пойти к парку, потому что движения никаких нет, что я все эти дни только так что-нибудь поела, и всё, и на кровать. Всё это потому, что не могла ходить, всё время пол вот так вот шатается, переворачивается, слабости никакой нет. До туалета, от кровати до туалета пока дошла, такое впечатление, вроде бы, за мной там стадо собак гналось каких-то, я вся такая запыхалась задышкой, отдышкой совсем, ну, короче, в общем, это было ужасно. Весь мокрый, потому что постоянно сил нет, давление выше 109 на 60 это потолок. Ну, в общем, было всё это время весело. Ну, сейчас, видите, уже потихонечку набираю жизненные силы, вот, и всё будет доброе. Спасибо огромное тем, кто за меня переживал, спасибо тем, кто мне пишет личные сообщения, слова поддержки. Это мне тоже очень сильно даёт силы, да, когда мне девочки пишут, Аня, что случилось, где, почему сегодня не было видео, там, это как-то все чувствуют. То есть, и вот это вот не даёт, вот это не даёт сломаться, не даёт опустить руки. Вот, хотя, честно признаюсь, были такие моменты, когда не хотелось, мама там что-то пытается заговорить. Я говорю, мама, я не могу говорить, я вот такая летаю сама себе, сама себе на уме, у меня там свои какие-то тараканы в голове. Вот, и, то есть, хотелось просто плакать, и хотелось, наверное, в какой-то мере даже, наверное, пожалеть себя, потому что то стараюсь там как-то где-то приукрасить, где-то недоговорить. Допустим, если Макс там звонит вечером, спрашивает, как здоровье, как дела, вот, это понимаешь о том, что не хочется ничего, да, скрыть, хочется сказать, блин, ну что, что и не так. Каждое утро просыпаешься, и уже стыдно там, то кашель, то кашель, знаете, как говорится, как бабушка говорит, то кашель, то пердёшь, ничего не разберёшь. Так вот, это вот про меня, знаете, вечно что-то, тут болят, тут колят, тут стреляют, тут ещё какая-то хрень. Вот. Фух. Но уже всё, уже надеюсь на то, что тяжёлые дни уже прошли, теперь пойдём на восстановление. Единственное, что не пойму, почему так это... Будь здоров, ты на себя. Не пойму, почему так, что все, все те иммунотерапии, столько было, настолько было легко, даже вот эти вот, когда люди, да, вот, когда у меня вот с Украины люди жили, вот Вика. Вообще, она когда была так, вообще так, я пошла, откапалась, всё, пришла домой, немножко там полежала, меня немножко так парамсила, отдохнула, всё, и мы потом пошли, ходили, гуляли, и всё было хорошо. А сейчас вообще, вот это вот два вливания сама не своя, не пойму, что происходит. Вот. Вот так вот, я очень, конечно, ещё сильно переживала, потому что у меня вот эта же Юля заболела, она ходила в больницу, в больнице ей сделали тест на ковид, вот, не подтвердилась, у неё была гнойная ангина, ей же вот это врач удалил такие гнойнички в горле, всё это она... Вот, она, значит, пролечилась, всё это, и её вызвали на работу, у неё ещё как пролечилась, да, то есть сбили температуру, всё, естественно, тоже пила антибиотик, всё. Вот, она уехала, потому что не давали ей, не давали ей покоя, всё это дали ей только два дня этого больничного, и всё, на работу, на работу и на работу. В общем, выдернули ребёнка моего из дома, всё это, а вчера она сдала тест, и тест показал позитив, о том, что у неё этот коронавирус. Я говорю, Юля, я понимаю о том, что, естественно, я тут же вчера следом тоже сделала, у меня, конечно, ничего не показало, вот, ну, и это мой, получается, уже третий, да, два дома, один в больнице, ну, так и не показало, но, тем не менее, говорю, дотя, домой не едь, вот, там, говорю, на квартире, где она живёт, там, говорю, тогда пока лечись, там восстанавливайся, всё, потому что, если, говорю, мне ещё ко всему этому сейчас ещё, не дай бог, ковид, то, говорю, вообще, я вообще буду тогда всю жизнь только какие-то в зачуханье какое-то играть, вычухивать тебя, вот, так что вот такие вот дела, мои хорошие, сегодня постараюсь обязательно с вами ещё пойти в парк, потихоньку надо начинать ходить, потому что, потому что скоро у меня будет кровать как раз по размеру, вот, потому что всё время дома-дома-дома-дома лежишь, всё это, во-первых, очень сильно отсекать, и кто заметил, что я уже, сколько времени, не ношу обручальное кольцо, хотя, это, скажем так, за 22 года, да, первый раз, я ещё никогда его больше, чем за 20 лет, никогда не снимала, вот, но того, что очень сильно отсекаю, прям очень лицо и руки, вообще просто разрывает всё, с чем это связано, не знаю, вот, с жарой это тоже никак нельзя связать, потому что, скажем так, что до сих пор, как таковой, неимоверной жары в Испании не было, ещё не было даже такого, чтобы ни один год, вот сколько я живу в Испании, не было такого, чтобы я в июне месяце, у меня не работал кондиционер, нет, что комфортно ещё довольно-таки спать, а под утро ещё даже накрываюсь, потому что, ну, потому что так, скажем, даже свежо в какой-то мере, при том, что я панически не люблю жару, и очень сильно люблю прохладу, ну, я, в принципе, и не экономлю, все, кто со мной давно, все знают, потому что, как бы там ни было, это дорого, а в Испании электроэнергию это очень дорого, и когда очень сильная жара, у меня всё равно, 24 на 7 работает дома кондиционер, у меня уже даже Юля летом дома одевает тёплые носки, она говорит, мама, я не могу, я уже окалела, всё, я говорю, ну, терпи, просто терпи, вот, вот так вот, мне там тоже написали были, что неужели жить в Испании, плодить свои там раковые клетки в жаре, там, ты-ты-ты, а что, получается, те люди, которые, допустим, те же испанцы, в которых есть онкология, всё это, что они только плодят свои раковые клетки, да, ну, что за клетки такое? Оркология может быть как в жаркой стране, так и у вас на севере, там, где вы, откуда вы, увы. Ой, какие глупости, какие глупости. Всё, мои хорошие, я вас тогда целую, обнимаю, и надеюсь на то, что встретимся с вами вечерком на вечернем променаде, этот зайдёт солнышко, и мы пойдём немножечко пробовать с вами вновь учиться ходить, и уже пора бы вообще где-то бы походить, поездить, я не знаю, я вас уже что-то в последнее время слишком привязала к стенам своего дома, своей кровати, и давно с вами нигде не отдыхали, нужно срочно всё исправлять. Я вам всем желаю крепкого здоровья, всем хорошего дня и до встречи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok